Я уверен, что на прошлой неделе мы все имели особенную возможность прочувствовать вот эту атмосферу, которая нас наполняла. Я думаю, что каждый из нас или в тесном кругу своей семьи, или в кругу друзей, родных или родственников, или знакомых имели возможность собраться все вместе за обедом или за ужином для того, чтобы порадоваться общению друг с другом. У меня тоже была такая возможность в кругу родственников собраться все вместе, и после того, как мы начали уже обедать, через какое-то время мы начали задаваться одним простым вопросом. За что хотели бы сказать Богу спасибо? Вот в связи с тем, что произошло с вами за весь этот год. Мы начали вспоминать. Каждые какие-то события, которые были крайне важными, мероприятия, я так еще хотел бы сказать тоже, это все было связано с нашей личной жизнью. И я вам, знаете, что скажу? Нам было за что благодарить Бога. И читая уже потом, видя фотографии в разных соцсетях, читая посты, я видел, что не только мы на той же встрече задавались этим вопросом, но многие из вас тоже, анализируя прожитый год, задавались тем же вопросом, за что я могу быть особенным образом благодарен Богу. И я заметил, что вам тоже было за что сказать Богу спасибо. Это очень приятно. Несколькими неделями ранее у нас тут тоже был большой праздник. И на утреннем, и на вечернем служении мы тоже хотели сказать Богу спасибо. Спасибо за план спасения. Спасибо за то, что Он нам подарил в этой жизни. Мы благодарили Его за нашу общину и за те события, которые происходили внутри нее за прожитый год. Но в канун и того праздника, и в канун этого Дня Благодарения, я все время задавался одним вопросом. Как же мы по-настоящему можем быть благодарны Богу? Нет, я считаю, что вот эта фраза «спасибо Боже», она тоже очень важна. Если это все исходит искренне от сердца. Но знаете, мы всегда считаем, что спасибо – это недостаточно. Это должно еще как-то проявляться. Не просто на словах, но в жизни, на деле. Чтобы и мы могли прочувствовать и тот, в адрес кого мы высказываем эту благодарность, он тоже мог увидеть, что наша благодарность, она настоящая. Она искренняя, ну то есть мы оценили до глубины все то, что Он делает и делал для нас. Я нашел для себя ответ на этот вопрос в одной из доктрин нашей с вами церкви. И вы знаете, как она называется? Она называется «Доктрина о духовных дарах и служении». И я заметил, что эта доктрина очень созвучна с той субботней школой, которую мы с вами сегодня изучали. Поэтому мы будем пересекаться или перекликаться где-то с теми вопросами, которых мы с вами уже коснулись. Заметьте, когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, мы видим, что она полностью была сосредоточена на служении. Полностью была сосредоточена на служении. Нам очень мало известно о его юношеских годах, о детстве, но есть одна фраза, помните, где сказано, что и ребенок рос и развивался, но как? Что там дальше в нем сказано? Что он обретал благоволение или расположение у всех людей, которые его окружали. А каким образом это может произойти? При каких обстоятельствах люди говорят, «Ой, какой хороший у вас ребенок! Нам так приятно!» При каких обстоятельствах вы слышите такие слова в адрес ваших детей? Ну, когда не забывайте сказать «Здравствуйте», проходя мимо кого-то, да? Когда готовы уступить место, когда готовы помочь что-то. Вот люди, когда видят это в наших с вами детях, тогда именно мы и слышим вот эти фразы. «Ой, какой у вас хороший ребенок! Мы так благодарны вам за него!» И если мы видим, что об Иисусе Христе сказаны вот эти фразы, скорее всего, именно за это люди благодарили, за какие-то его действия в их адрес или его поведение в их адрес. Это говорит о том, что уже с самых юных лет Христос вырастал именно таким, служа людям, которые его окружали. Но, конечно, ярче всего мы видим проявление смысла его жизни вот именно в этих трех с половиной годах его жизни на этой земле, когда он непосредственно был занят служением. И опять-таки, главный смысл в чем состоял? Он кормил голодных, он утешал разочарованных, он исцелял больных, воскрешал мертвых, он наставлял, поддерживал, он никогда не гнушался никем, независимо от того, была это блудница, которую пришли к нему, привели к нему для того, чтобы побить ее камнями, или же к нему пришел Никодим, член Синедриона. Он не гнушался никем, он с удовольствием ходил в гости как к мытарям, так и к фарисеям. Вся его жизнь была сосредоточена на служении, и он не упускал ни одной возможности, чтобы делать это в жизни своей. И вот завершив свое служение, за несколько минут до своего вознесения он дает следующие повеления своим последователям. Это книга «Деяния апостолов», первая глава, восьмой стих. «Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Что означает быть моими свидетелями? Мы сегодня вспоминали этот момент в нашем классе субботней школы. Помните, когда Петр, в ту ночь, когда Христа схватили, когда Петр был возле костра во дворе дома первосвященника, несколько раз ему сказали одну фразу «И ты тоже был с ним». И вы знаете, как люди это поняли? Один из этих людей, кто обращался к нему таким образом, сказал «Даже твоя речь выдает тебя». Даже твоя речь выдает тебя. То есть, когда Христос говорит «Вы будете моими свидетелями», это означает, что наша жизнь должна свидетельствовать о том, что мы принадлежим Христу или что мы являемся Его последователями. И тут я делаю логическое, простое логическое заключение. Если вся жизнь Иисуса Христа была направлена на служение, то что означает для меня быть свидетелем Иисуса Христа? Это означает служить, друзья. Служить тем, кто меня окружает. И именно наше с вами служение по-настоящему и является благодарностью Богу за все то, что мы, что Он, вернее, для нас делает. Именно наше служение, потому что, повторюсь, оно отражает жизнь Иисуса Христа на этой земле. Вдобавок к этому, мы с вами находим очень интересную притчу. Мы ее тоже сегодня вспоминали на уроке субботней школы, которая записана в Евангелии от Матфея, 25 главе. Я прочитаю несколько стихов из этой истории. «Тогда царь скажет тем, кто по правую сторону, придите ко мне, благословенные моим отцом, получите ваше наследство, царство, приготовленное вам еще от создания мира, потому что я был голоден, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня. Я был странником, и вы приютили меня. Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы ухаживали за мной. Я был в темнице, и вы пришли навестить меня». Царь им ответит, «Говорю вам истину. То, что вы сделали одному из наименьших моих братьев, вы сделали это мне». Друзья, тут все направлено на служение. Вы заметили? Тут все направлено на служение. Но тут есть одна интересная деталь. Если посмотреть на нашу с вами природу, ну, нашу человеческую природу, она полностью противоречит всему тому, что здесь сказано. Просто, если не задаваться какой-то целью, там, самоанализом и так далее, мы, скорее всего, живем с позиции, что, или, чтобы нам служили. Согласны? Ну, вот, если чисто посмотреть со стороны, ну, у кого из вас есть лишние деньги? Поднимите руку. Я к вам потом подойду. А может, у кого-то из вас есть лишнее время? Ну, просто, есть избыток? Сижу, думаю, есть два часа в день, чтобы сделать? Кому нужны два часа времени моего? Пожалуйста, я готов отдать. Нет, друзья, кто-то еще не трудоустроен. Я подойду. Заметьте, друзья, у нас всегда чего-то недостает. Мы сами в чем-то нуждаемся. Кто из вас не нуждается в том, чтобы к вам подошли, посочувствовали, посопереживали, поддержали? У кого в жизни нету проблем? Кто не нуждается, повторюсь, в поддержке, в том, чтобы вам уделяли все это? Понимаете? Именно это приводит к тому, что мы все по природе своей направлены на самих себя. Направлены на самих себя и говорят, что в руки даже вот как-то так, вот привычно, да? Загребущие. Ну, извините, что я так скажу. Я не говорю сейчас о ком-то конкретном, я говорю о человечестве, о нашей человеческой греховной природе. Она сосредоточена на самом себе. И отдавать, жертвовать, это, скорее всего, противоестественно нашей греховной природе. Скорее всего, противоестественно. Именно поэтому, когда мы с вами смотрим на все то, что происходит на страницах Священного Писания, то тут все непосредственно связано с участием сверхъестественной силы на каждого человека, чтобы это могло произойти. Я хочу вернуть вас еще раз к стиху, который мы сегодня уже читали, Деяния апостолов, восьмая глава. Это слова Иисуса. И вот первая фраза. Когда на вас сойдет Святой Дух. То есть, когда мы станем свидетелями Иисуса Христа? Только тогда, когда на нас сойдет Святой Дух. Опять делаю логическое заключение. Это означает, что человек может быть направлен или целенаправлен на служение только в том случае, если Дух Святой наполняет его сущность. Если Дух Святой наполняет его сущность. Для того, чтобы чуть глубже коснуться этого вопроса, я хочу прочитать еще один отрывок из Священного Писания. Первое послание апостола Павла в Коринф, 12 глава, 7 по 11 стих, а потом 27 и 28. И тут сказано, в каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. В словах одного Дух дает мудрость, в словах другого тот же Дух дает знание. Кому-то тем же Духом дается вера, кому-то дары исцеления тем же Духом. Одному чудодейственные силы, другому пророчество, третьему способность различать духов, иному даны разные языки, а кому-то способность толковать, сказано на этих языках. Все это действие одного и того же Духа, и этими дарами Он наделяет каждому по своему усмотрению. И дальше 27 и 28 стихи. «Итак, вы тело Христа, и каждый из вас орган в его теле. В церкви Бог назначил быть, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Он затем наделил некоторых силой совершать чудеса, других дарами исцеления. Одним дал дар помощи нуждающимся, другим дар управления, а иным разные языки. По большому счету, если взять это во внимание, то, что Павел тут перечисляет, то это все служения, которые только могут быть внутри церкви. Все служения, которые только могут быть внутри церкви. Потому что даже если вы занимаетесь с детьми в уроке субботней школы, то вы кто? Вы учитель. Есть тут дар учительства? Есть. Если вы являетесь диаконом, то вы чем занимаетесь? Помогаете тем, кто на вашем участке. Есть тут такой дар? Есть. То есть любое служение, любой отдел, который мы бы с вами сегодня не назвали, он заключается вот в этих дарах, которые тут проявляются, или которые тут записаны. Но заметьте одну интересную деталь. Я хочу еще раз вернуть вас к этому тексту. Сказано так. В каждом человеке дух проявляется. О ком речь идет? О каждом человеке. О каждом из нас. Еще одна тоже из этого отрывка. Итак, вы тело Христа и каждый из вас орган в его теле. Может кто-то сказать, что я тут это не обо мне? И я тут не играю никакой роли? Нет. Если вы движимы Святым Духом, если Святой Дух наполняет нашу с вами жизнь, значит каждый из нас является служителем. Каждый из нас получил какой-то дар. Или, как Павел скажет в этой же главе, каждый из нас является частью какой-то или каким-то органом в теле Христовом. Я вам скажу, что это только во времена Советского Союза, ну там начальной стадии говорили, что есть какие-то органы в нашем организме, которые ну просто не отпали или не отмерли, как правильно будет? Вот как правильно на русском сказать? На видмерлы украинскую. Я тоже не знаю как. Короче, они каким-то образом остались еще в нашем организме. И была такая практика где-то наверное в 60-е, когда прям новорожденным детям вырезали аппендицит и гланды. Ну потому что это лишние органы, которые только утрудняют или усложняют жизнь организма. Вот эволюция что-то не доделала еще, поэтому мы подправим. Но сегодня уже все знают, что и аппендицит и гланды являются очень важными органами в нашем теле. Лишнего нет ничего. Интересно, говорят, что даже когда сопли у вас появляются, то это тоже очень важно. Потому что это во-первых очищает наш организм от тех клеток, которые умерли, а во-вторых предохраняет от новых инфекций, которые могли бы сразу легко проникнуть в наш организм. Все оказывается очень важным. Это означает, дорогие друзья, что каждый из нас является важной частью в деле Божьем, в деле служения. я. Каждый из нас является важной частью в этом деле. Но это натолкнуло меня еще на одну мысль. Но согласитесь, что мы живем с вами в одинаковых условиях по большому счету. Ну да, кто-то раньше переехал, кто-то позже, и кто-то уже более обустроился, кто-то еще нет. Но у нас одинаковые условия в каком плане нам всем нужно платить билы, нам всем нужно платить налоги, нам всем нужно кормить свои семьи, одевать их, обувать, обеспечить их крышей над головой. Я вам скажу, что даже те, кто живут тут подольше и те, кто только недавно приехал, думают, ну конечно, им намного легче. Но вы заметили, что у них крыша подороже? И за эту крышу надо платить? Значит, работать надо в одинаковой мере всем. Понимаете? И тут возникает вопрос. Есть часть людей, которые готовы посвящать свое время и на служение. А есть часть людей, которые говорят, что у меня нет времени. Я не могу. И я вот задаюсь вопросом простым. с чем это связано? Если мы живем все в одинаковых условиях, у всех у нас одни и те же нужды, потребности. Почему часто люди, я задам по-другому вопрос, напрямую, почему в церкви около 400 человек, нам не хватает учителей на детскую субботнюю школу? Или не хватает учителей в клуб следопытов, или в клуб искателей приключений, или элементарно какие-то другие вещи, где нужна помощь. Как такое может быть? Читая эти тексты, я прихожу к одному выводу. Если совершать служение могут только те, кто движимы Святым Духом, тогда в чем проблема? Проблема во времени? Да нет, друзья, повторюсь, ведь времени у всех одинаково. Просто кто-то разрешает, чтобы Дух Святой руководил им. Да, он тоже борется, потому что человеческая природа, повторюсь, которая сосредоточена на самим себе, говорит, да ладно, смотри, сколько работы, ты устал, ну, наверное, кто-то другой это сделает. Точно же кто-то может, нас же 400 человек, точно кто-то найдется. А другой, который слышит тот же голос Святого Духа, говорит, ну, да, Боже, ну, как по-другому, это ж мои дети, это ж наши дети, это наши люди, это наша молодежь, которая приехала из Майла, кстати, нам нужен водитель, который мог бы их завтра отвезти обратно. И он понимает, что он тоже устал, ему тоже хотелось бы как-то время по-другому провести для себя. Он понимает, что да нет, это же дело Божье. Я общаюсь часто с вами всеми, и я помню тот диалог, Гена еще как-то подошел, он посмотрел на, у него тоже есть дети такого возраста, которые занимаются со следопытами. И как-то раньше чуть-чуть он подошел, посмотрел на все, что происходит внутри клуба и говорит, я посмотрел на это все и подумал, столько сил надо потратить, чтобы организовать эту работу, тут мои дети, как я могу стоять в стороне? И он сказал, все, давайте, вовлекайте меня. Кто знаком с Геной, тот еще знает, что это за занятый человек, сколько всякой работы у него, сколько разных обязанностей, он еще и старается помогать тем, кто приехал, потому что он у нас отвечает за трудоустройство, поэтому он звонит одним, другим, он берет кого-то на работу к себе, надо это или не надо, только бы как-то помочь человеку в той ситуации, в которой он сейчас оказался. И кроме всего, он еще приходит посредством на следопыты, занимается с ними, есть ли какие-то выезды еще, Гена тоже там с семьей, помогает, принимает в этом участие. Он однажды мне помогал, работал на моем участке во время строительства. Я как посмотрел, сколько сил этот человек тратит за день вот в своей работе. Мне, честно, просто стало его жаль в какой-то момент. И при всем этом он сказал, я не могу просто стоять в стороне. Таких, как Гена, в нашей церкви, слава Богу, есть немало. Но я бы хотел, чтобы сегодня каждый из нас задался этим вопросом, который является темой нашей встречи или наших размышлений. Как по-настоящему быть благодарным Богу за то, что Он нам посылает нашей с вами жизни? И, друзья, нету другого способа. как только служить, так, как служил Он. Служить. Я знаю, что от многих из вас тоже ваше участие, оно состоит в том, что мы жертвуем какие-то средства для поддержания тех или иных проектов. Но, друзья, мне кажется, что в Америке у каждого есть дар зарабатывать деньги. Ну, потому что иначе как выжить? Правда? Тут без этого дара не обойтись. И мы все прилагаем усилия, старания, чтобы этот дар приобрести, чтобы Бог помог его развивать, потому что, повторюсь, за все стоит денег, за все надо платить. Но мне кажется, что кроме наших пожертвований должно быть и наше непосредственное участие в том или ином служении. Иначе как мы сможем отблагодарить Бога за все то, что он нам посылает каждый день. Я очень рад, что могут в нашей церкви быть такие посты, как Назар поставил вчера. Он говорит, я понял, что я ни в чем не имею нужды. Может, кто-то читал тоже на Фейсбуке, видел его. Он говорит, я понял, что я ни в чем не имею нужды. Все, что мне необходимо, у меня есть. И он говорит, мне даже стало чуть-чуть страшно. А за что все это? Я думаю, что то, что у нас есть сегодня, это все потому, что Бог нас любит. И единственный вопрос, которым мы должны сегодня задаваться, по-настоящему. по-настоящему мы можем быть благодарны Богу. Поэтому, друзья, если к вам завтра обратятся, нам нужна ваша помощь, пожалуйста, в том или ином служении воспринимайте это как возможность сказать Богу спасибо, потому что Он достоин этого в нашей с вами жизни. Я очень рад, что вы у нас есть. Я очень рад за ваше участие, за вашу посвященность. Пусть таких людей будет еще больше. И мы служат другим людям. Будем зажигать их сердца, откликаться на призыв Духа Святого, чтобы служить тем, кто рядом с вами. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны Господи за то, что сегодня Ты так много делаешь для каждого из нас. В сравнении с миллионами людей на этой земле мы имеем огромное преимущество. Над нашими головами мирное и небо. Наши дети обуты, одеты. У каждого из нас есть крыша над головой. Господи, Ты решаешь те проблемы, которые возникают даже на протяжении этой жизни. Мы видим руку Твою везде. Ты решаешь это или каким-то особенным образом, или с помощью наших братьев, сестер, людей, которые нас окружают. Но мы видим во всем этом руку Твою Господи. дай только нам силы быть благодарными, чтобы наше естество было сосредоточено не на самих себе, а на тех, кто нас окружает. Спасибо за то, что так богато наделил нашу церковь разными дарами, способностями, талантами. Спасибо тебе за молодежь, за детей, за молодые семьи, за тех, кто постарше. У нас нет недостатка ни в чем. Это огромное благословение, которое мы имеем, Господи. Помоги быть за это все благодарными от чистого сердца. Храни нас, Господи, Твоей рукой. Веди, проявляйся через нас, чтобы Твое имя было прославлено в нашей жизни по-настоящему. Аминь.